Спасибо. Спасибо. В 9 часов мы начинаем наш с вами вебинар. Очень приятно, что вы подключились к вебинару из разных концов нашей страны, какая у нас большая страна. Очень приятно, что вчера я только что была в Екатеринбурге, сегодня ночь прилетела и Екатеринбург уже опять с нами. А так, здравствуйте. Начинаем наш вебинар, тема которого «Организация контрольно-оценочной деятельности на урок литературного чтения. За что и как ставить отметки». Но вы видите, что сама тема вебинара на сегодняшний день чрезвычайно актуальна. Почему? Потому что в любой школе нашей большой страны все время возникают вопросы, связанные с чем? Как ставить отметки? За что ставить отметки? Что вообще включать в контрольные работы? И самые большие трудности и проблемы всегда вызывают урок литературного чтения. Потому что всегда кажется, ну ведь понятно, что прежде всего на уроке литературного чтения это должно проверяться домашнее задание. Но ведь понятно, что мы должны посмотреть на уроке литературного чтения, как ребенок научился читать. Вот на все эти вопросы мы с вами постараемся ответить. Начну я с ситуаций. Их у меня будет не очень много, но это все те ситуации, которые так или иначе возникают в школе. И чаще всего это те ситуации, которые рассматривались как письма, жалобы родителей. Или те ситуации, которые рассматривались как вопросы учителей на лекциях, на курсах повышения квалификации. Вот сейчас мы не будем отвечать на эти вопросы, я не буду отвечать на эти вопросы, для того, чтобы вы сами проверили себя, как бы вы ответили на те вопросы, которые здесь представлены. Их не очень много. А в конце нашего с вами семинара, в конце нашей с вами лекции мы обязательно к этим вопросам возвратимся еще раз, чтобы уточнить после того, как лекцию я прочитаю. Итак, ситуация первая. Имеет ли право учитель ставить отметку за скорость чтения? То есть за техническую сторону чтения, как это было всегда. Ситуация вторая. При проведении текущего контроля учитель иногда сам выставляет отметки за работой, а иногда предлагает учащимся провести самооценку или взаимооценку. Прав ли учитель? Попробуйте ответить на этот вопрос. Ситуация третья. Учитель в первом классе задал домашнее задание по литературному чтению. Перечитать текст, прочитанный на уроке. Прав ли учитель? Ситуация четвертая. Ученик не принес книгу на урок внеклассного чтения, за что и получил двойку. Прав ли учитель? Ситуация пятая. И она у меня повторяется. И все тоже про урок внеклассного чтения. Ситуация шестая. Ученикам было задано выучить стихотворение наизусть. Учитель на следующем уроке опросил всех учащихся и поставил колонку отметок в журнал. Прав ли учитель? Ситуация седьмая. На уроке дети читали текст, отвечали на вопросы по нему. В качестве домашнего задания учитель предложил краткий пересказ. Прав ли учитель? Ну и вот теперь мы с вами попытаемся в ходе моего выступления, в ходе нашей беседы ответить на те вопросы, объяснить те позиции, которые были представлены в шести ситуациях. И так, так как мы с вами люди государственные, и я всегда начинаю именно с государственных документов. Очень прошу обратить внимание, что все, что мы должны будем проверять, все, чему мы должны будем научить, все, за что мы можем или не можем поставить вальную отметку ребенку вообще на урок, на любом уроке, и в частности на уроке литературного чтения, представлено в нашем основном документе школы. Это примерная основная образовательная программа. Она одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протоколом от 8 апреля 2015 года, номер 1, друг 15. И вы видите, что здесь есть ссылка на госреестр, и так как все презентации вы сможете скачать в свободном режиме, то эта ссылка рабочая, по этой ссылке рабочая, вы можете перейти на сайт госреестра и обратить внимание, и еще раз прочитать основную образовательную программу. Ну а мы с вами посмотрим, что же в этой основной образовательной программе будет для нас важным, и что в свою очередь мы должны будем проверять на уроке литературного чтения. Вы видите, что все содержание литературного чтения, оно представлено среди четырех разделов. Один из самых главных разделов – это раздел вида речевой и читательской деятельности. То есть, в свою очередь, это та деятельность по работе с текстом, которую на уроке должен отработать учитель, и с которой должны были впоследствии выполнять дети самостоятельно. Что это? Это умение прогнозировать, да, инфиципировать художественное произведение по заголовку, автору и жанру, и понимать тогда, как и каким чтением я могу это читать. Беглым, быстрым, просмотровым, знакомительным, да, медленным, вдумчивым чтением. В свою очередь, различать на практическом уровне все виды текстов – художественный, учебный, справочный, использовать различные виды чтения, ориентироваться в содержании художественно-учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл, использовать простейшие приемы анализа, ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, определять тему главной мысли героев произведения. Смотрите, вот до сих пор, пока я перечисляю, чему мы должны научить детей в рамках урока литературного чтения, это все такие вот очень маленькие, да, короткие ответы на вопросы, и понятно, что в свою очередь за эти короткие вопросы, за один вопрос, мы не сможем поставить отметку ребенку на уроке, но мы можем, опять же, да, уточнить, да, вот ты ответил правильно. Посмотрите дальше, да, определять главную мысль героя, оценивать поступки героев, озаглавливать текст, определять основные позиции, задавать вопросы, составлять характеристику персонажа, устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, передавать содержание в виде пересказа. А вот теперь посмотрите, здесь появляются те работы, которые, к большому счету, как в рамках домашнего задания, так и в рамках работы на уроке, мы можем уже полноценно оценить. Это будет что? Это будет задавать вопросы по содержанию текста, да, и если, в свою очередь, эти вопросы были представлены в письменном виде, то, в свою очередь, это может подлежать оценке. И тогда, в свою очередь, еще умение составлять характеристику персонажа или, да, по сути, составлять устное сообщение о герое произведения, это может тоже стать предметом оценивания на уроке. Ну и, конечно, это различные виды пересказа. Полный, краткий, подробный или сжатый, да, и выборочный пересказ. Кроме того, да, следующий раздел круг детского чтения определяет, что мы должны будем делать на уроке с книгой. И тогда, в свою очередь, опять же, прошу обратить внимание, что здесь будут все задания, которые могут распадриваться, как задания и вопросы на уроке. И здесь же, в свою очередь, прошу обратить внимание, есть то, что может стать отдельной отметкой на уроке. Что это? Составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение и самостоятельно писать отзыв прочитанной книги. Ну и, в свою очередь, все, что связано с литературой, с человеческой пропедевтикой. Здесь тоже достаточно большое содержание, которое должно быть освоено. Это и распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений, и отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов, различать художественные произведения разных жанров, находить средства художественной выразительности, сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов. И поэтому, в свою очередь, опять же, прошу обратить внимание, что может стать основой для оценивания. Это прежде всего находить средства художественной выразительности, если эта работа будет достаточно большая, полноценная. Это умение делать анализ текста, анализ разных текстов. Вы знаете, что к третьему и четвертому классу, по всем программам, вне зависимости от того, по каким учебникам вы работаете, и это не только касается учебников Школы России или Перспектива, ребенок должен научиться самостоятельно делать анализ текста. Ну и, в свою очередь, творческая деятельность. Творческая деятельность, она прежде всего соотносится с чем? То есть, преобразованием текста и созданием текста. И вы видите, что здесь рассматриваются вопросы создания текста по аналогии в жанре сказки, загадки, дополнение текста, составление устного рассказа на основе прочитанных произведений, написание сочинения по поводу прочитанного в виде читательской аннотации или отзыва и создание различных проектов. Вот теперь давайте обратим внимание на то, что, опять же, является главным. И очень прошу посмотреть на методы и формы организации контроля. Эти методы и формы организации контроля, в принципе, вы все хорошо знаете, потому что мы все с вами учились в высших учебных заведениях либо в средних специальных учебных заведениях, и, в свою очередь, у нас у всех преподавался курс диндактики. Ну, и я прошу обратить внимание, что одним из методов организации контроля является что? Устный опрос. Понятно, что как таковой устный опрос в начальной школе, он условно проходит, потому что, в свою очередь, достаточно трудно оценить, какой результат, сколько раз ребенок поднял руку, да, а потом, разве возможно оценить ребенка, потому сколько раз он поднял руку, на какую отметку он наработал? Скорее всего, нет, да. То есть мы спрашиваем всех детей в классе, мы говорим в начале урока, после того, как прочитано произведение, а выскажи свое мнение о прочитанном, а скажи, да, вот, как ты это видишь, слышишь, чувствуешь, понимаешь, что тебя удивило в сексе, да, о чем бы ты хотел поговорить? И мы говорим, скажи ты, и Вася скажи, и Саша, и Коля, и Аня, и Рустем, и Джамиля, скажите, пожалуйста, да. И понятно, что здесь ответы на вопросы детей будут разные, да, кто-то будет отвечать одним словом, и это тоже вполне возможно, да, кто-то целым предложением или даже высказыванием, все зависит от уровня интеллектуального и лексического развития ребенка. Как он может сказать и как бы выстроить эту речь, и понятно, что это зависит не только от преподавания предмета литературного чтения, но и от преподавания на других предметах тоже. Поэтому, в свою очередь, чаще всего устный вопрос, да, рассматривается именно на уроке литературного чтения как монологическая форма устного ответа. То есть и к этой монологической форме устного ответа учитель, конечно, готовит, потому что сам самостоятельно ребенок, да, монологическое высказывание в виде сообщения не подготовит. Тогда что же мы можем оценить на основе устного общения? Мы можем оценить подробный, краткий, выборочный пересказ. Сразу же обращаю ваше внимание на что? Я думаю, что все эти виды пересказа достаточно трудны для ребенка, да. Он не может самостоятельно, да, подготовить пересказ текста, если на уроке предварительно эта работа не велась. Да и вы сами сталкиваетесь с этим, что чаще всего у вас участвуют в пересказе, получают вложительные отметки. Те дети, да, которые, опять же, обладают высоким уровнем развития речи и высокой технической стороной чтения. Ну, а в свою очередь, если мы задаем домашнее задание, подготовить подробный пересказ или, там, краткий или выборочный пересказ, а текст состоит где-то из трех-четырех страниц текста, то мы с вами, опять же, все прекрасно понимаем, что ребенок слабый, у кого достаточно низкая техническая сторона чтения, и когда в жизни не перечитает этот текст еще раз, потому что, в принципе, ему понадобится для того, чтобы перечитать текст примерно, ну, где-то полтора часа времени, да еще и полноценно этот текст не перескажет. Это должна быть серьезная работа на уроке, да, когда весь урок посвящен чему? Например, создание подробного пересказа, да, или части текста для подробного пересказа, либо создание краткого пересказа, либо создание выборочного пересказа. А тогда, в свою очередь, в конце урока мы можем оценить те результаты, которые мы получили, к которым мы пришли, и тогда, в свою очередь, оценить детей. И тогда в качестве домашнего задания мы можем предложить ребенку, что сделать, когда он понял, как создается, подробный пересказ, краткий пересказ или выборочный пересказ. Мы можем предложить ему закончить работу с текстом и подробно пересказать оставшуюся часть текста или лучше оставшуюся часть текста, чтобы это могли сделать и слабые дети тоже. Либо, в свою очередь, если полностью подготовлен текст пересказа, пересказать еще раз. Поэтому такое задание тоже может подлежать оценению. При этом, опять же, очень обращая внимание, если в начальной школе, а в начальной школе, да, это важная составляющая процесса обучения, то в свою очередь это может стать одним из предметов, да, планируемого результата на уроке. То есть мы так и будем писать, да. У страха глаза велики, подробный пересказ. Петушок и бобовое зернышко, подробный пересказ. Паустовский, борзучий нос, краткий пересказ, да. Мальчики, чехов, выборочный пересказ. И к этим видам пересказа мы готовим. Тогда, в свою очередь, опять же, да, мы не можем оценить просто так и сказать, так, ну, хорошо ты рассказал, да, вот хорошо тебе пять, да. Ну, ты чуть-чуть, чуть-чуть не затянул, да, тебе четыре. Ну, что-то ты сегодня плохо подготовился, ты, да. Потому что тогда, в свою очередь, что делает ребенок, да, ведь он же дома готовился или не готовился. Ну, в свою очередь, как ему кажется, он сделал все-все-все правильно. И тогда он приходит домой, мама его спрашивает, ну, как ты сегодня, да, мы же вчера целый вечер готовили пересказ. Ну, три мне поставили. Так а за что три? Как за что? Ну, учительница меня, наверное, не любит. Вот и все. А ведь должно быть четкое понимание того, по каким критериям оценивается пересказ. Сначала эти критерии выдвигает кто? Учитель, да, и на основе этой работы, да, этого пересказа мы оцениваем по критериям, что у нас получилось, что у нас не получилось, над чем нам придется еще работать, да. А затем уже дальше, да, особенно в третьем и четвертом классе говорят самостоятельно дети, да. Сегодня мы будем пересказывать, да, давайте посмотрим, по каким критериям, да, по каким параметрам, то есть за что мы будем ставить отметку, когда будем пересказывать. Ну, и вот здесь у меня есть такой вот примерный вариант. Что это может быть там? Наличие фактов, да. Что еще это может быть? Это может быть логика изложения, да, то есть это может быть наличие авторских средств художественной выразительности. Это может быть как, да, как эмоционально или неэмоционально, да, рассказывал ребенок, да, то есть применял ли он мимику, жесты, да, то есть интонационно ли выделял слова. То есть, по сути дела, использовал ли при рассказывании средства художественной выразительности. Но по большому счету, да, это вот то, что является основой для выставления отметки, да, и тогда мы понимаем, что если один из критериев фактов здесь будет отсутствовать, да, то тогда в свою очередь, да, понятно, за что мы будем снижать отметку. И ребенок будет понимать, да, что он не сделал в пересказе, да, и над чем ему предстоит еще работать, да. То же самое, когда мы говорим выразительное чтение, да, или декламация, да, выразительная декламация при чтении наизусть. Тогда, в свою очередь, мы опять же, да, должны прежде всего именно на уроке отработать, да, что же такое выразительное чтение. И тема нашего урока именно такое будет, да. Пушкин «Унылая пора, чья очарование» — подготовка к выразительному чтению, да. Бунин «Листопад» — подготовка к выразительному чтению, да. То есть и тогда, в свою очередь, все содержание урока будет направлено на что? На подготовку выразительного чтения. Мы должны будем определить, с какой интонацией, с каким настроением мы будем читать, да. Где попробуем мы передать настроение радости, где грусти. Тогда, в свою очередь, для того, чтобы передать это настроение, мы должны будем какие, да, слова интонационно выделить, да. Или же какие знаки припинания есть, да. А значит, в свою очередь, какие паузы мы должны будем сделать для того, чтобы прочитать стихотворение выразительное. Какие, как мы будем, да, читать громко, тихо, да. Мы будем читать быстро или медленно, да. Где мы будем замедляться, а где, наоборот, будем ускоряться при чтении и почему, да. Как нам помогает это сделать знаки припинания, которые будут проставлены в тексте. И тогда, в свою очередь, опять же, да, если мы говорим о выразительном чтении, например, выразительное чтение в первом классе, то мы будем оценивать по критериям, да, которые будут отличаться от критериев, по которым мы будем оценивать ребенка в четвертом классе. Ну, например, да, если мы говорим о выразительном чтении в первом классе, то мы говорим, так, прочитал целыми словами, слова сложной структуры по слогам, да. Это будет относиться к выразительному чтению. Ребенок будет понимать, плюсик или нет, да, я так прочитал или нет. В свою очередь, я прочитал арфоэпически. Что значит арфоэпически? Это так, как говорю, да. А значит, в свою очередь, это тоже показатель выразительного чтения, да. И третье. Я читал, сохраняя интонацию знаков припинания, да. Я читал, сохраняя интонацию знаков припинания, то есть делал паузу, да, или наоборот, то есть выставил выкратительный знак вопросом, да, или восклицательный знак. Старался передать чувства, да, да, вот плюс. Тогда, в свою очередь, понятно, что эти три позиции и будут оцениваться. В первом классе пока еще без отметки. Но ребенок понимает, да, вот что, над чем мне предстоит еще работать, чтобы у меня было все хорошо, да. А тогда во втором классе, да, мы опять же обращаем внимание на что. Теперь уже, да, мы будем что делать? Ну, стараться читать медленно или быстро, громко или тихо, да. А в третьем и четвертом классе мы будем уже и обращать внимание на интонационное выделение слов, да. Мы будем обращать внимание и на то настроение, да, с которым мы будем читать, да, то есть позиции изменятся. Открыты ли должны быть эти позиции для ребенка? Несомненно, да. Тогда он приходит домой и говорит, я сегодня читал выразительно, да. Мама говорит, и как, все хорошо, учительница поставила три, но я знаю, что у меня не получилось и над чем мне надо работать. Тогда действительно все хорошо, если ребенок знает, над чем ему надо работать. Ну, а в третьем и четвертом классе я уже сказала, да, что эти критерии уже и определяют сами дети. Понятно, что если это чтение наизусть, то тогда в свою очередь, да, мы определяем еще и позиции чтения наизусть, да, что мы читали, да, не допуская ошибок, да, то есть не искажали текст, да, что мы читали и не делали остановки, да, паузу при чтении и так далее, да. Но все это дает возможность, что понимание того, как будет оцениваться результат моей работы и над чем мне предстоит работать. Я видела здесь в чате запись по поводу того, что три, все хорошо, да. То есть когда родители понимают, за что это три, да, тогда в свою очередь они однозначно и соглашаются, да, хуже, когда они не понимают. Им кажется, что именно его ребенка мало любят или на него обращают внимание. Ну и понятно, что будет оцениваться еще на основе устного сообщения. Это возможно чтение паралям, которые мы тоже готовим, да, готовим в классе сначала, да, потом можем дать в качестве домашнего задания какой-то небольшой фрагмент, да, потому что посмотрите, сколько мы готовим в классе домашнее задание, да, целый урок. И в свою очередь, да, нужно дать только часть для подготовки дома, да, потому что литературное чтение это не единственное домашнее задание, которое мы задаем, а об этом тоже нужно помнить, да. Вспомните, какой замечательный анекдот, да, ходит ВКонтакте, когда папа звонит в три часа ночи. Елена Васильевна, вы спите? Елена Васильевна говорит, ну, конечно, сплю три часа ночи, а мы не спим, мы готовим ваш проект, да, вот это к тому же, да, то есть в свою очередь, да, домашнее задание, и особенно по литературному чтению, оно должно быть адекватно тому, что ребенок сможет выполнить. Это тоже важно, да, и поэтому в свою очередь, если у нас по документам на втором классе домашнее задание отводится не более полутора часов, и здесь нужно помнить про наших замечательных учителей иностранного языка, которые фактически, да, если мы не регулируем их, да, то они фактически все полтора часа на свое домашнее задание и съедаются, да. А в четвертом классе это не более двух часов. И в свою очередь учителя иностранного языка все два часа съедают. Поэтому помним, да, если договариваемся с учителями иностранного языка, да, грозимым пальчиком, да, говорим строго, что у нас есть документы. Либо в свою очередь, да, соотносим, чтобы наши дети, да, могли выполнить домашнее задание не в ночи, да, а, собственно, в то отведенное время, да, в светлое время суток, когда они могут это сделать. Вот, устное сообщение, да, устное сообщение про читанные книги, ну, понятно, да, то есть в свою очередь все это монологические высказывания на тему. Вот посмотрите на уроки литературного чтения. Точно так же, как и на других уроках, может быть выбрана еще и такая форма, как контрольная работа. У нас ведь раньше не было контрольных работ по литературному чтению. У нас были контрольные работы, прежде всего, на таких предметах, как русский язык и математика. А на сегодняшний день у нас контрольная работа по литературному чтению. И контрольная работа по литературному чтению используется при проведении, да, текущего или итогового контроля с целью проверки знаний и умений учащихся по достаточно крупной или полностью изученной теме программы. И в свою очередь в курсе литературного чтения это может быть достаточно большая контрольная работа, если раздел был очень большой. Ну, например, в Школе России есть такой очень большой раздел «Великие русские писатели», где входит изучение произведений Толстого, Пушкина, Лермонтова, Крылова. Это достаточно большой раздел в курсе литературного чтения Школы России. И очень много, да, что мы должны будем в курсе этого раздела с детьми изучить, да, и выйти на достаточно объемные планируемые результаты. И различать жанры, да, и знать особенности этих жанров, и делить текст на части, и характеризовать героев, и озаглавливать, и владеть разными формами переводов. А поэтому, в свою очередь, понятно, что в данном случае, опять же, да, контрольная работа будет включать в себя достаточно много вопросов. Ну, и понятно опять же, да, что контрольная работа может стать какой-то административной, да, по итогам четверти, точно так же, как администрация может дать контрольную работу по русскому языку и по математике, точно так же может сдать и контрольную работу по литературному чтению. Либо по итогам года. Нам важно посмотреть, на какие результаты вышел ребенок, что он знает на конец учебного года и что он может на конец учебного года по литературному чтению. Нам это важно еще и в том случае, потому что вы знаете, что у нас проходят что? Все российские проверочные работы и литературного чтения нет. Но литературное чтение обслуживает и математику, и русский язык, и окружающий мир. Отсюда понятно, что мы должны будем выйти на хорошее владение умениями по работе с текстом. Поэтому контрольная работа, да, это работа, которая обобщает, да, проверяет все знания. Но может быть и некий такой вот письменный опрос, да. Это небольшие темы курса, но, например, у нас состоит буквально из нескольких уроков, там темы, связанные со стихами «Люблю природу русскую и зима», да, или «Люблю природу русскую и весна». Там небольшое количество часов, да, но в свою очередь обращаю ваше внимание на то, что эти работы все равно проводятся. Но только проводятся они на части уроков, да, являются самостоятельной работой, да, когда учитель опять же определяет и понимает, так, все ли дети узнали, да, все ли дети изучили, да, совсем ли, над всем ли мы в рамках этого поработали. И тогда что мы оцениваем в качестве письменной работы? Если это контрольная работа достаточно большая, да, то чаще всего это тестовая работа, да, то есть работа, которая состоит из тестовых заданий и проверяет, опять же, да, знания и умения по литературному чтению в рамках основной образовательной программы или когда появится новый обновленный федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, который был утвержден 21 марта 2018 года, то вы увидите, что там будет представлено все содержание курса литературного чтения по годам обучения, когда учителю будет еще легче, да, то есть он будет совершенно точно понимать, так, в первом классе я должен научить ребенка определять тему, определять героев, рассказывать, подробно рассказывать на основе картинного плана, рассказывать о книге, находить информацию в тексте, определять последовательность изложения, вот, да, и все. И вот это я в течение, да, года отрабатываю. Ну, какое там в течение года, да, потому что, собственно, учебник по литературному чтению начинается после периода обучения грамот. Поэтому и планируемых результатов в первом классе не так много, да, тем более, что еще продолжается и формируется навык чтения. Опять же, да, посмотрите, что это может быть. Сочинение по аналогии, да, то есть мы отработали, например, да, текст загадки, да, загадку, как, и в свою очередь мы можем предложить, что ребенку сочинить загадку, да. Что это может быть, да, сочинение по репродукции картины, отзыв на книгу, аннотация на книгу. Опять же, да, здесь нужно быть очень осторожным, да, и в свою очередь определять те позиции, с которыми ребенок должен быть знаком. А в большей степени для того, чтобы ребенок писал такое сочинение, он должен знать что? Последовательность работы, да, то есть не просто сочини загадку, да, а понимание того, как эту загадку ребенок должен сочинить, да, что он должен сделать. Например, он должен прочитать, да, загадку, он должен определить теперь уже, теперь какой сам объект он будет загадывать, да, определить, как он это будет делать, да, либо на основе действий, да, и противоречий, на основе прилагательных или противоречий, да, На основе просто прилагательных, да, и, соответственно, вот такую загадку создавать. И тогда мы будем определять, что выстроена ли работа была в соответствии с теми действиями, с которыми учитель должен познакомиться. Таким образом, да, что получается? Что мы с вами выходим на те позиции, которые могут быть в устной и письменной форме проверены, да, проверены на уроке литературного чтения. Вот смотрите, опять же, да, когда я говорю проверены, да, то понятно, что за это может быть поставлена больная отметка, да. Тогда в свою очередь, да, опять же возникает вопрос, если больная отметка, в обязательном ли порядке на каждом уроке мы должны будем поставить больную отметку на уроке литературного чтения? Ну, не обязательно. Почему не обязательно? Из чего это происходит? Это исходит из основной образовательной программы, где представлены особенности оценивания. Особенности оценивания говорят, что больная отметка в начальной школе может быть накопительной. Ведь в свою очередь, коллеги, если вы сегодня на уроке знакомили, например, с текстом произведения «Сказка о царе Салтане», то тогда в свою очередь, да, понятно, что вы знакомили. И никакого, да, устного сообщения, монологического высказывания, да, письменных ответов на вопрос вы не предполагали в рамках этого урока. То есть, по сути, вы еще ничему не научили. И тогда за что же ставить больную отметку? Не за что, да. И тогда, в свою очередь, понятно, что у нас много больных отметок появится на следующем уроке, когда начнется, собственно, работать текстом. Смотрите, опять же, да, больная отметка должна быть продуктивной, да, а значит, в свою очередь мы не можем поставить отметку по литературному чтению ребенка за то, что он поднял руку, да, и весь урок поднимал руку, да, и все было замечательно, да, и вот как бы не всегда он точно попадал в ответ, но он же работал, да, за это нельзя поставить отметку, потому что, в свою очередь, это не может стать, да, вот реальным результатом ребенка. Ну, раз мы заговорили, опять же, да, о том, как вставиться в журнал, еще прошу обратить внимание на следующую позицию, да, ведь очень часто учителям говорят, что раз вы задали в качестве домашнего задания чтение наизусть, да, Лучше извольте, чтобы колоночка бальных отметок при чтении наизусть стояла. Где об этом говорится? Нигде, да, что такое чтение наизусть? Это домашнее задание. Тогда ли вы у всех детей домашнее задание полностью проверяете на уроке русского языка, математики, окружающего мира и так далее? Нет, да, в свою очередь вы проверяете у тех, да, кого вы считаете возможным проверить, да, или кто очень хочет представить этот материал как бы на всеобщее обозрение, да, оценить результат по критериям, да, получить рекомендации к тому, что нужно сделать дальше. Ну и в свою очередь вот теперь тогда, да, все, что связано с выставлением бальных отметок, представлено у меня на этом слайдик. Смотрите, основные требования к организации и проведению контрольных работ на институциональном уровне. Что такое институциональный, да, это школьный уровень, да, то есть у нас есть программа, федеральная основная образовательная программа, это наш самый главный, да, документ, на основе которого мы работаем. Но у нас еще есть в каждой школе документы по организации контрольной оценочной деятельности. И мы не можем противоречить этим документам. И тогда, в свою очередь, да, обращая внимание, что же должно быть в эти документы внесено. Ну вот смотрите, да, ну во-первых, да, проведение любой контрольной работы по любому предмету, и в том числе по литературному чтению, оно должно строго следовать с рабочей программой. Вот посмотрите, если у вас в рабочей программе написано контрольная работа, например, после того, да, как раздел закончился, да, то вы проводите контрольную работу. А если не написано контрольная работа, вы не имеете права проводить. И не имеете права, да, выставлять колоночку больных отметок в журнал. Про что? Вы же не можете спросить, да, всех детей одновременно. То есть если вы будете спрашивать всех детей, то получается, что вы не пройдете что? Программу, да, потому что рабочая программа строго, да, расписана и определено, что мы делаем, да, на каждом уроке, на какие планируемые результаты мы должны будем выйти. Поэтому, в свою очередь, мы точно так же, да, как по любому другому предмету пишем по литературному чтению, да, в рабочей программе, в тематическом планировании. Контрольная работа. Чаще всего, еще раз обращаю внимание, это контрольная работа по итогам изучения раздела, если раздел объемный, да, например, как в перспективе истоки, да, народного творчества, да, и, в свою очередь, истоки русской литературы и великие русские писатели в Школе России. Вот. Или, в свою очередь, да, мы определяем, здесь же в рабочей программе, как итоговую работу. Проведение контрольной работы в соответствии с внутренним планом оценки качества образовательной организации. Вы знаете, что у ваших завучей есть план, да, внутришкольной системы оценки качества образования, или, как раньше рассматривалось, да, план ВШК, внутришкольного контроля. И завуч вправе, да, проверить, что же, вот, как же у нас обстоят дела, да, с качеством образования к такому предмету, как литературное чтение. И тогда, в свою очередь, завуч, да, вправе провести, что, работу и посмотреть, да, насколько дети, да, готовы к всероссийской проверочной работе, да, насколько они освоили содержание, да, курса литературного чтения. Да, и тогда, в свою очередь, завуч, да, в соответствии со своим планом проводит такую работу, да, чаще всего проводите вы. Опять же, да, если это с планом внутришкольным, то, в свою очередь, это утверждено, это внутренний локальный акт школы, и вы имеете право поставить отметки. В свою очередь, да, проведение контрольной работы может быть в соответствии с приказом по образовательной организации, да, ну, например, жалоба какая-то пришла. Для того, чтобы опровергнуть, да, исключить, да, все, что вот так, жалоба не так написана, мы что делаем? Проводим работу, да, и тогда, в свою очередь, это должен быть, опять же, внутренний локальный акт школы, так, провести вот такую контрольную работу. Или, да, школа участвует в различного рода региональных, всероссийских, международных мониторинговых исследованиях, это тоже идет, почему? По локальному акту школы, да, и тогда, в свою очередь, вы имеете право поставить бальные отметки в журнале. Еще на что хочу обратить ваше внимание. Посмотрите, вот я сейчас тут говорила, да, про контрольные работы, да, когда колоночка отметок в журнал может появиться. А чтение наизусть – это контрольная работа? Проверочная работа? Самостоятельная работа? Нет. Это текущая контроль, текущая работа, а, в свою очередь, за текущую работу в рамках урока мы имеем права не ставить колоночку отметок. И не то, что имеем права не ставить, да, мы и не можем поставить, потому что если весь урок мы будем спрашивать ребенка наизусть или весь урок будем спрашивать пересказ, то мы, опять же, не выполним программу обучения. Еще на что хочу обратить внимание. Статус работы должен соответствовать заявленной работе. Если это диагностическая работа, да, диагностическая, ну, чаще всего, да, диагностическую работу проводят завуч. Или диагностическая работа рассматривается как работа региональная, да, федеральная, да, то есть когда определяется качество образования, ну, вот точно так же, как ВПР. Эта же работа, по сути своей, не является контрольной, да, она является диагностической для того, чтобы определить качество нашего российского образования на основе единой всероссийской проверочной работы. Поэтому, в свою очередь, уже имеете полное право не ставить больные отметки в журнал, да, тем более, что эта работа в соответствии с документом 58 и 28 и 59, не является, закон об образовании статья 28, 58 и 59, не является, да, государственной итоговой аттестации. Поэтому вы не ставите, да, точно так же и в уроке литературного чтения. Да, диагностическая работа не предполагает, что вы должны поставить больные отметки в журнал, да, то есть, это может быть, вы поставите только те отметки, которые являются положительными отметками. Или, да, в свою очередь, проверочная работа. Проверочная работа, да, то есть, опять же, предполагает, что вы проверяете, да, что вы проверяете, например, да, освоение, изучение, да, раздела какого-то, да, а значит, в свою очередь, да, вы проверяете в большей степени не столько, да, детей своих, а сколько проверяете себя, насколько вы отработали, да, для того, чтобы дети это освоили. И поэтому, опять же, да, вы имеете полное право, да, не ставить все больные отметки за проверочную работу, а поставить только положительную. Ну и контрольная работа, да, предполагает, что мы ставим все в обязательном порядке отметки, это контрольная работа. Но, в свою очередь, если это работа по изучению раздела темы, то мы в праве предложить ребенку исправить эту отметку. Ну и работа должна соответствовать виду работы, да, то есть что это, текущий, тематический или итоговый контроль. Ну вот теперь мы чуть-чуть поговорим, да, про разные виды контроля. Посмотрите, у нас есть предварительный контроль, да, еще иногда мы его называем как? Стартовый, входной контроль, да. Очень часто, коллеги, мы этот контроль проводим когда, да, ну, например, в рамках урока русского языка или в рамках урока литературного чтения, да, когда мы должны будем посмотреть, ну, каков стартовые возможности нашего ребенка, да, то есть что мы дальше можем в большом счету делать. И это контроль, который проводится не для ребенка, а для учителя, да, потому что он направлен на выявление знаний, умений и навыков учащихся по предмету или разделу, который будет изучаться. Совершенно точно, точно так же, да, и с литературным чтением. Посмотрите, очень часто весь предварительный контроль, он, по сути дела, представлен где, да, в содержании учебников. Вы видите, что здесь страничка шумов с титула в Школе России «Литературные сказки», да, и тогда, в свою очередь, в рамках этого раздела мы что будем изучать? Литературные сказки, сказки разных писателей, да, Адоевского, Гаршина, Аксакова, Бажова. Но чему мы должны научиться и что будет подлежать проверке, да? Сравнивать народные и литературные сказки по теме, событиям, главным мыслям. Определять тексты, повествовательные, описательные, тексты рассуждения. То есть, по большому счету, да, это то, те базовые умения, да, которые должны быть спроверованы в рамках работы по этому разделу. И это то, что должно проверяться дальше, когда, да, в качестве контроля, в качестве контрольной работы по изучению тем. И тогда, да, для того, чтобы посмотреть, что у нас получается, что не получается, понятно, что в качестве предварительного стартового контроля мы можем дать возможность, да, ребенку посмотреть, знает, ну и не знает, что такое тема, что такое главная мысль, да, что такое текстописание, повествование, рассуждение, потому что это он все изучал где? На уроке русского языка и на уроке литературного чтения предварительно, да. А вот тогда, в свою очередь, да, дальше мы будем планировать изучение материала. Кроме того, да, использовать литературные приемы для создания своих рассказов, тогда мы вспомним, какие литературные приемы есть, да, и составлять рекомендательный список. Или, в свою очередь, посмотрите, в учебниках у нас есть вот такие замечательные, да, разделы, рубрики, которые называются «Что уже знаем и умеем», да. Это те разделы, которые, по сути дела, являются предварительным стартовым контролем. Ну, смотрите, да, «Что уже знаем и умеем», это третий класс литературного чтения Школы России. Выбери верные ответы для себя. Я знаю одну из особенностей стихотворения, рифмы. Я могу сравнить два произведения на одну тему. Я могу отличать стихотворение от прозаического произведения. Когда я читаю, то выделяю голосом знаки припинания, делаю паузу. Я не всегда могу выбрать нужную интонацию. Я могу назвать опорные слова стихотворения. Я могу самостоятельно придумать слова с созвучными окончаниями. Я стараюсь понять настроение поэта и передать его с помощью интонации. Я могу в стихотворении определить главную мысль и выделить голосом важные слова. То есть, по сути, что делает ребенок, да? Он определяет для себя, что он может или что он не может, да? А дальше в свою очередь мы что ставим? Учебные задачи, которые мы в рамках работы по этому разделу будем отрабатывать. И здесь же, да, есть материал для повторения, который рассматривался, да, на предыдущих уроках, да, на предыдущий год обучения. И в свою очередь, да, мы опять же строим это как урок повторения для того, чтобы двигаться дальше. Текущий контроль, да, что такое текущий контроль? Текущий контроль – это наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов. Обычно он сопутствует процессу формирования предметных и метапредметных умений. Его основная цель заключается в чем? В анализе хода формирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению, возвратиться к еще неусвоенным правилам, операциям или действиям. Текущий контроль проводится в рамках урока, в рамках темы. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменения, планирования последующего обучения. То есть в свою очередь, если мы учили детей пересказывать, и ребенок понимает, что значит, да, кратко пересказывать, что я для этого должен буду сделать, то в свою очередь, да, понятно, что к концу урока он будет пересказывать. Если в свою очередь, да, понятно, что большинство детей с этим не справляются, да, и критерии показывают, с чем не справляются, то тогда в свою очередь мы опять же, да, отрабатываем то, чтобы у них было наибольшие трудности и проблемы у детей. И тогда, опять же, да, за текущий контроль мы, да, за текущий контроль имеем полное право, да, не ставить бальные отметки, да, двойки, да, потому что в свою очередь идет процесс формирования тех умений, которые необходимы для того, чтобы ребенок успешно учился. Я по ходу здесь прочитала в чате, что у нас проверяющие сделал замечание по поводу того, что не выставлены бальные отметки в журнал за чтение наизусть, да. Ну, вы все же прекрасно понимаете, что проверяющие тоже люди, да, и не все проверяющие люди являются профессионалами, да, и не всегда, да, проверяющие знают все документы. Поэтому в свою очередь и существует, да, система сегодня таких вот вебинаров, когда можно послушать что-то, да, посмотреть, да, утвердиться в своей правильности своей, да, или вот понять, что я что-то сделаю не так и неправильно. Я говорю на основании чего? На основании современных нормативных правовых документов. Для вас такой настольным документом является основная образовательная программа. И в свою очередь таким документом для руководителя образования является закон об образовании. Поэтому в свою очередь, если проверяющие делают замечание, а вы в свою очередь не согласны с ним, да, то вы обращаете, обращаете в его внимание, да, на федеральный документ или свой внутренний институциональный документ. И тактично говорите, как проверяющий не прав. Потому что если вы знаете нормативно-правовые документы, то вы защищены от всех проверяющих. И совершенно точно, да, с любым проверяющим вы справитесь. Тогда, в свою очередь, обращаю ваше внимание на что, да, что может являться вот таким текущим контролем на уроке. Ну, смотрите, да, это фрагмент учебника, перспектива, да, второй класс, часть первая. Смотрите, мы на уроке изучаем, что стихотворение Плещеева. Осень наступила, да, высохли цветы. Ну, читать не буду, все вы видите на экране. А теперь обратим внимание на задание, да, что будет в задании. Какие строки поэта говорят об осенних изменениях в природе. Найти и прочитать слова, передающие настроение, выучить стихотворение на язык, какой-то темп выберить для чтения. Да, то есть, по сути, в рамках урока идет работа над чем? Работа, связанная с подготовкой, да, к чтению на язык, да. Поэтому, в свою очередь, все содержание урока должно быть направлено на что? Сначала на анализ стихотворения, да, используя доступные средства в соответствии с взрослыми особенностями ребенка, да. То есть, мы будем видеть, что мы видим, да, и рисовать эти картины, определять эти слова, да, записывать опорные слова на доску, да, и в свою очередь определять, какие слова мы интенсивно должны будем выделить, да, и определять, да, как мы будем читать эти слова, да. Да, и тогда на основе опорных слов мы прочитаем, да, стихотворение почти на язык, да. А в свою очередь дальше мы, да, должны будем дать другие приемы при заучивании. Ну, например, да, с помощью символов, да, осень наступила, да, буква Коа, высохли цветы, да, цветочек рисуют, голые кусты, кустик рисуют, вянь, травку рисуют, да, то есть, по сути дела, мы рисуем символьно, да, те объекты, которые перечисляются в стихотворном тексте, да, и тогда, в свою очередь, на основе этих объектов, что делает ребенок? Заучивает на язык, да, то есть, опять же, да, выдаем ему пример, да, для заучивания на язык. Или, да, мы рассматриваем, что мы в стихотворении изучаем, да, в стихотворении есть рифма. Наступило цветы, умыло кусты, желтеет на лугах, зеленеет на полях, да, и видим, как в рифме это рассматривается, да, то есть, она перекрестная, да, тогда, в свою очередь, мы, используя рифму, заучиваем на язык, да, тогда, да, в конце урока, когда, собственно, мы отработали с этим стихотворением, мы можем провести даже проверку, а кто же, да, готов рассказать стихотворение наизусть, да, и тогда, в свою очередь, что тебе помогло заучить наизусть, да, что помогло заучить наизусть, как ты, сможешь ли ты, да, рассказать наизусть, да, расскажи наизусть, да, мы определим по тем критериям, которые есть, да, но, в свою очередь, если у ребенка не получилось, Ну, ему что, двойку? Не ставим, да? Не ставим двойку, потому что это, по сути дела, да, текущий контроль. Но в качестве домашнего задания это что может быть, да? Ну, а теперь, вот вы знаете все приемы, заученные наизусть, да, дома вы будете учить наизусть. Это будет ваше домашнее задание. Тогда ребенок понимает, как он будет учить наизусть, какие здесь будут применять приемы. Не будет ходить весь вечер за мамой и говорить, что мне задали учить наизусть. Вот. И тогда, да, в свою очередь, на следующем уроке вы спрашиваете наизусть. Опять же, тут по ходу был вопрос, да, то есть, что же тогда, не все будут учить наизусть, да? Вы вполне можете использовать такой прием, да, когда, в свою очередь, вы разделите детей на группы, да, вы выдадите им оценочные листы, да, где будут определены все критерии, да, и тогда в группе они слушают всех, да, это займут буквально там пять минут от урока, да, и тогда, в свою очередь, они определяют, какие ошибки были допущены, да, основные, да, от группы. Ну, и в свою очередь, опять же, видно, что не выполнил домашнее задание кто-то, да, и тогда, в свою очередь, мы даем время, да, для заучивания наизусть и вот тогда уже отработки этого материала. Вот, поэтому, в свою очередь, не надо бояться, что ребенок не выучит наизусть. Или, в свою очередь, да, мы можем опять же от группы предложить по одному человеку, да, кого они выберут, да, чтобы он рассказал уже в классе, да, и тогда оценить, и тогда оценить, оценивают работу учитель вместе с ребенком. Я обращаю ваше внимание дальше, да, к вопросам тогда возвращусь потом, да, посмотрите, есть опять же задание, да, и не только в курсе литературного чтения, а в данном случае и в рабочей тетрадке нашей Слюдмилы Андреевны, да, например, учимся придумывать рассказы, да, и здесь, в свою очередь, что может подлежать? Оцениванию, да, не бальной отметки, а именно оцениванию. Вот все создания этих рассказов, да, которые здесь представлены, но, в свою очередь, оценки не может быть, потому что, отметки не может быть, потому что это первый класс. В свою очередь, опять же, да, обращаю внимание, «Петушок и бабовое зернышко», да, это произведение рассматривается основным результатом работы, в рамках работы над этим произведением будет что? Подробный пересказ, да, тогда как мы будем пересказывать? Сначала определим последовательность здесь картина, да, соотнесем их с текстом, увидим, что одной картинки не хватает, эту картинку сами самостоятельно определим, что на ней должно быть нарисовано, да, Сделаем возможные, да, подписи, не обязательно подписи, как бы, письменные, а можем сделать устные, да, озаглавливание этих картинок и восстановим текст на основе этих картинок, да, тогда, в свою очередь, опять же, в рамках текущего контроля может рассматриваться какая работа, да, вот теперь подробно перескажите, да, то есть тогда это может быть как? Подробно пересказать по фрагментам текста, да, по картинкам, либо полностью, да, если мы хотим, чтобы у нас все участвовали в пересказе, да, то тогда, в свою очередь, мы опять же, можем это сделать в группе, да, когда каждый из картинок, да, получает один член группы, сколько картинок, да, столько человек в группе, да, тогда они рассказывают в определенной последовательности, очередности, оценивают, да, что получилось, что не получилось, да, над чем нам предстоит еще работать, выдвигают одного человека, да, если позволяет время, или этим же и заканчиваем, и тогда уже, как бы, эти представители от групп рассказывают в классе, и учитель вместе с детьми оценивает их по критериям, ставит отметку. Если времени не хватило, да, то тогда, в свою очередь, оценка внутренняя, без отметки, дети не могут сами себе ставить отметки, происходит в группе, да, мы определяем, над чем нам предстоит работать, и задаем пересказ в качестве домашнего задания. Ну, и, в свою очередь, опять же, да, здесь анализ стихотворения, да, и тогда возможно, опять же, да, выйти на что? На то, что мы в качестве устного сообщения должно будем увидеть, да, о какой, какой увидел Лермонтов утес, да, какой увидел точку, да, и тогда, в свою очередь, в качестве домашнего задания, это может быть, да, некий ответ на вопрос, да, какой увидел утес, каким увидел утес, какой увидел точку Лермонтов. Или, в свою очередь, да, в качестве домашнего задания, это может быть выразительное чтение, но выразительное чтение, которое, да, опять же, да, отработано было в рамках урока. Вы видите, что здесь, да, в рамках урока рассматривается, что работа с различными планами, а тогда, в свою очередь, мы анализируем первый план, второй план, да, и тогда мы вправе, да, определить, как создается план, да, и в качестве, да, в качестве, да, домашнего задания мы можем предложить детям, что сделать, например, да, используя первый вариант плана, составить план вопросный, да, или используя второй вариант плана, составить план цитатный. В этом случае мы понимаем, что это будут разные уровни заданий, да, и тогда детям должно быть дано право выбора. Почему я говорю об этих разных вариантах плана? Потому что во втором классе, это уже третий класс, дети знакомятся по новому стандарту с разными вариантами плана, и эти варианты плана должны быть освоены. Вопросный, цитатный и номинативный план. Работа с книгами, да, опять же, это есть на уроке, поэтому, в свою очередь, если мы на уроке работаем с книгами, да, то, в свою очередь, результатом урока, результатом текущего контроля может стать что? Представление той или иной книги, да, и тогда мы опять должны будем определиться с чем, с тем, что, что мы должны о книге рассказать. Назвать автора, назвать произведение, о чем рассказывается в этом произведении или о ком рассказывается, определить какие-то самые интересные, да, фрагменты текста, возможно, да, и сделать рекомендации к чтению. Тематический и итоговый контроль, да, как я уже сказала, тематический контроль, это контроль, который определяет, осуществляется в рамках проверки и усвоения знаний по достаточно крупной теме курса. И оценка фиксирует результат. То есть, в свою очередь, такие тематические контрольные работы по литературному чтению, как я уже сказала, проводятся по достаточно большим, крупным темам. Например, великие русские писатели. И тогда это контрольная работа, и тогда это ставится больная отметка в журнал. Ну, а итоговый контроль, это контроль по итогам четверти или по итогам года. Точно так же, как это должно происходить в рамках урока русского языка или математики, точно так же, да, это должно происходить по литературному чтению. Вот смотрите, опять же, коллеги, да, я все время говорила о содержании, да, вот контрольных работ, о содержании, как бы контроля, который мы проводим. Но, в свою очередь, опять же, да, ведь это же есть и в содержании учебника. Посмотрите, это раздел учебника «Школа России». Посмотрите, и в шутку, и в серьез. То есть, здесь осваивается понятие, да, юмористическое произведение. Здесь определяется, чему мы будем учиться, выразительно читать произведение про олям, наблюдать как писателя, определять особенности. Но есть раздел «Проверим себя», на основании которого, по сути дела, мы проводим все обобщающее устную или письменную работу, для того, чтобы, да, опять же, понять, вышли мы на те результаты, которые нужны или нет, да. Или здесь, да, раздел «Я и мои друзья», есть те основные понятия, которые должны быть отработаны, рассказ, герой рассказа, поступок героя, смысл произведения, чему мы должны научиться. И здесь же, да, раздел «Проверь себя», где, да, определяется, что мы должны будем сделать по итогам обобщения, да, то есть и провести либо в рамках тематической работы, да, либо в качестве работы, устной работы по итогам, а уже тематическую работу провести потом, да. Опять же, вы все прекрасно понимаете, что на сегодняшний день есть такие тетради, я их писала ровно под содержание учебно-методического комплекта «Литературное чтение». Они так и называются. Первый, второй, третий, четвертый класс, предварительно текущий итоговый контроль. Так как на сегодняшний день в соответствии с внутренними документами школы, в каждой школе должен быть фонд оценочных средств, фонд оценочных средств, то, соответственно, этот фонд оценочных средств должен быть утвержден и разработан либо учителем, да, либо он может быть представлен, да, авторскими контрольными работами. Вот здесь есть такая опасность, да, то есть любой вид контроля, предварительно текущий итоговый, он должен полностью, да, соотноситься с содержанием того учебника, по которому вы работаете. Вот содержание этих работ нельзя использовать не на учебниках «Перспектива», хотя это учебники того же самого издательства, не на учебниках, там, начальной школы 21 века, 200, там, «Планета знаний», нигде. То есть эти контрольные работы, они сделаны ровно для того, чтобы проверить, да, результаты работы по учебнику школы России, да, и вот отсюда, что получается, да, что руководители образовательных организаций, методисты, да, по начальной школе могут в качестве стартового, да, входного и итогового контрольной работы проверить, да, проверить это, да, то есть проверить. И тогда, в свою очередь, они могут использовать стартовую работу, да, или итоговую работу, которая есть в этих тетрадах, тетрадках дополнительных, но, да, не более того. Руководители образовательных организаций, методисты, да, могут использовать для проведения контрольно-оценочной деятельности. Ну, и родители, да, которые, опять же, на сегодняшний день заинтересованы в качественном обучении своих учеников, да, поэтому они могут посмотреть, каковы результаты моих детей. Да, и, конечно, это педагоги, которые оказывают образовательные услуги в форме индивидуального обучения, репетиторства. Здесь вот как никогда это нужно, да, потому что я могу учить чему угодно, да, но, в свою очередь, должно быть понимание чего, на какой результат я буду, да, что собой работа представляет. Во-первых, есть методические рекомендации, да, то есть, например, если мы проводим работу «Люблю природу русскую зима», то вы видите, да, что здесь будет пять заданий. Это немного, да, и вы видите, что сам раздел «Люблю природу русскую зима» очень небольшой, да. Здесь определены задания, да, базового или повышенного уровня, потому что сегодня в любую контрольную работу должны в обязательном порядке входить задания и базового, и повышенного уровня. Потому что если это только базовый уровень, да, то тогда, в свою очередь, максимальная отметка, которую мы можем поставить ребенку, это будет три, да, и не более того. А значит, в свою очередь, хочется обратить внимание на что? На то, что любая работа должна включать и базовый уровень, и повышенный уровень тоже, да. Здесь же важным для учителя является что? Является понимание того, как поставить отметку. И тогда, в свою очередь, да, он легко определит по тому, что набрал ученик, какое количество баллов, какую отметку он вправе поставить, бальную отметку, потому что это второй класс. И здесь же, да, посмотрите, да, определяется тот список умений, да, которые ребенок должен в обязательном порядке освоить, да, на базовом уровне, да, а в свою очередь, какие умения, да, он может освоить на повышенном уровне. Точно так же, да, представлен раздел «Писатели-дети». Да, здесь же итоговая работа, да, то есть итоговая работа. Посмотрите, да, посмотрите, во втором классе, да, что должен знать ребенок, да, на какие результаты должен ребенок выйти. Поэтому, в свою очередь, здесь, да, есть список тех умений, с которыми мы будем работать чуть позже, да. И обязательно, да, должны будем все это освоить в течение всего учебного года, да, то есть читать целыми словами правильно, без ошибок, выразительно, сохраняя интонацию конца предложения, передавать чувства, настроение героев, понимать прочитанное, находить в тексте ответы на заданные вопросы, делить текст на части, определить, о чем рассказывается в каждой части, определять героев произведения, характеризовать их, определять жанр произведения и, в свою очередь, выбирать книгу в соответствии с запросом педагога, да. То есть вот это должно быть отработано, да, и, значит, это, к большому счету, должно подлежать проверке, да, в качестве контроля. Опять же, обращаю внимание, посмотрите, рассматриваем ли мы отдельно техническую сторону чтения. Нет, да, почему? А потому что, в свою очередь, это один, да, из тех параметров, который должен быть освоен в ходе обучения чтения. Опять же, да, в первом и втором классе в обязательном порядке, да, и в третьем и четвертом учитель отслеживает, что? Как ребенок читает, да, хотя в третьем и четвертом классе это уже становится смешным. Это точно так же, да, как в третьем и четвертом классе мы будем, например, да, проводить минутку чистописания на уроке русского языка, когда дети уже должны научиться совершенно точно писать, да, поэтому здесь то же самое, да, отслеживает сам учитель, делает записи в тетради, да, делает прямо на уроке, не используя, да, вот часики там какие-то, да, и в свою очередь, что он делает? Он на уроке, да, говорит, так, ребят, все начнем читать, да, вот теперь давайте, минутка прошла, остановитесь, да, и дальше вот я буду смотреть, да, при этом опять же нельзя бояться, что кто-то поставит не то, что нужно, да, не то, что нужно, да, то есть дай им эти возможности сказать, такой, я так за тебя рада, ты так хорошо прочитал, подойди, пожалуйста, прочитай ко мне, на таких детей будет явно не больше одного человека, да, опять же, здесь есть, вот, порядок того, как необходимо работать с такими заданиями, его, по сути дела, само содержание тематического контроля по результатам работы, да, по результатам работы, да, по результатам работы, по разделу, это первый класс, и здесь, да, опять же, определяется, что должно быть освоено, выберите текст из раздела сказки загадки небылицы для чтения, прочитай вслух, оценив свое чтение, отметь верное утверждение, я читаю целыми словами, трудные слова по слогам, я читаю правильно, без ошибок, я соблюдаю паузу в соответствии со знаками препинания, я произношу слова правильно, я могу рассказать, о чем идет речь, теперь дальше, посмотрите, все, что необходимо для дальнейшего обучения, прочитай, подчеркни красным карандашом, особенности небылицы, прочитай, подчеркни красным карандашом, особенности загадки, прочитай план рассказа о книге, расставь пункты плана правильно, смотрите, первый класс, то, что должно быть освоено, то же самое, да, теперь уже второй класс, и здесь представлена работа по разделу, «Люблю природу русскую осень», да, ну и итоговая контрольная работа, да, суд над декабрем на основе текста Сладкова, это уже итоговая работа, которая определяет, да, дальше, какие умения сформированы, какие умения не сформированы были в ходе работы с учениками во втором классе, да, и тогда вы опять же понимаете, если какие-то умения были не сформированы, то с чем мы дальше должны будем работать. Вот точно так же, да, как по литературному чтению «Школа России», точно так же по литературному чтению «Перспектива» была создана тетрадка мной, которая называется «Тетрадь учебных достижений». На сегодняшний день есть в продаже первый, второй, третий класс, должны быть, вот сейчас, тетрадь учебных достижений четвертый класс, да, и в ней представлено, опять же, содержание контрольных работ, текущих диагностических, проверочных, тематических, итоговых работ, но только по учебно-методическому комплекту «Перспектива». Вот эту тетрадку нельзя брать для проведения контрольно-оценочных работ, скажем, в «Школу России». Или нельзя брать в другой учебно-методический комплект, да, потому что она написана ровно, да, к содержанию учебника «Школы России». И вы видите, содержание, да, разделов учебника «Перспектива» полностью совпадает с поддержанием разделов тетрадки учебных достижений, тетрадки для проведения контрольно-оценочной деятельности. И в свою очередь, да, предметные результаты рассматриваются по годам обучения, определяется то, что должно быть в обязательном порядке, освоено, наконец, первого, второго, третьего и четвертого класса. И в свою очередь, опять же, да, определена вся система, да, планируемых результатов таблицы, и все эти планируемые результаты должны быть отработаны в рамках содержания учебника и в рамках, да, тетради учебных достижений. И вы видите, что есть некая преемственность результатов, да, второй класс и третий класс, как эти результаты представлены. И опять же, да, прошу обратить внимание, что здесь есть результаты базового уровня, повышенного и высокого уровня, то есть те результаты, которые в бальной отметке могут не подлежать, да, потому что высокий уровень, это уровень, который ориентирован на расширение, дополнение, на отработку и представление уже в основной школе. Вот эти уровни сложности, да, представлены в первом классе, да, на разных текстах, а уровни сложности во втором и четвертом классе представлены на одном тексте, да, но в свою очередь дается разная система вопросов, которые определены на разные уровни. И что еще, на что хочется обратить внимание, того, чего не было никогда, да, то есть это система оценивания. К большому счету, да, система оценивания такова, да, что она позволит, да, ребенку не только провести, да, оценку своих результатов, но еще и пройти тут же в рамках тетрадочки обучения, да. Да, вот здесь представлено, что, да, система оценивания в первом классе, да, потому что она безотметочная, и нам важно понять, что ребенок, чего научился, что может. А вот здесь представлена система оценивания во втором и четвертом классе. Вы видите, что здесь уже внесены базовый, повышенный, высокий уровень творческий, и здесь, да, определено, как он будет, да, оценивать результаты своей работы самостоятельно, и с чем эта работа отличается, то, что я сказала, да, это система ключей, да, посмотрите, что мы знаем и умеем, да, то есть здесь не просто данный ответ на вопрос, да, проверь, а здесь, да, обязательно идет объяснение того, что ребенок, может быть, не понял, да. Например, чтобы написать рассказ в произведении, надо использовать слова. «Сказка о животных», авторское произведение «Рассказывается о герой». Прочитая свой рассказ о произведении и отметить, все ли ты указал верно, да, и здесь вот паровозик, который он закрашивает, определяет, на сколько вопросов он ответил и что у него получает. Замечательная работа у нас получилась с самой бойцовой, с редактором, потому что она очень любовно подходила к созданию этой работы, да, очень много работала над созданием рисунков, редакторской правкой. Мы считаем, что у нас получилась замечательная работа, да, которая позволит ребенку не только оценить результаты своих трудов, да, но и научиться, да. Вот смотрите, здравствуй, матушка Зима, да, какой подробный ключ. То есть нужно, что сделать, да, прочитать выразительно. Да, посмотрите, какой, да, большой ключ рассматривается в этом случае, да. В стихотворении Козлова мы наблюдаем зимнюю картину. «Вспомни зимний вечер, когда за окном шумит в йога и мчатся снежинки». Это поможет тебе выразительно прочитать стихотворение. Ты уже знаешь, как определить стихотворение, паузу и слова, которые необходимо особо выделить голосом. Посмотри раздел «Краски осени». Понижение и повышение голоса зависит от действия, которое происходит. Например, слова «за окошком в йога» мы будем читать громко, потому что в йога – это буря, а вот строку «за окошком тьма» мы прочитаем тихо, потому что с темнотой город засыпает. Скорость тоже чтения зависит от действия. Например, четвертую строку необходимо читать медленно, потому что в ней описывается спящий зимний город. А вторую строку быстро, потому что в ней описываются кружащиеся снежинки. Настроение тоже зависит от действия. Например, строки о домах необходимо читать спокойно, потому что сон – это спокойствие. Твоя разметка для выразительного чтения может отличаться от примера. Ты можешь решить особо выделить голосом другие слова, выразить другие эмоции и переживания. Важно, чтобы ты мог объяснить свой выбор. И вот здесь вот разметка стихотворения представлена. То есть, по сути, вы видите, что ключи не только помогают отвечать ребенку на вопросы и проверяют, но и, в свою очередь, ключи еще и учат. Ну и вы видите, какое замечательное художественное оформление. Вот он – мальчишки, лисичка. Вот он – лебедь, щук и рак. Да, щук и рак здесь, да. Вот как мальчик рассказал про то, что в лесу застала его гроза, да. То есть, в книге мало цвета, но при этом все это сделано с большой любовью. Ну и еще одно пособие, да, это пособие – литературное чтение, тестовые контрольные задания. Вот это задание для всех. Вот для всех, да. Потому что нам сегодня важно подготовить ребенка к чему, да. Важно подготовить к содержанию, к всероссийской проверочной работе, да. Важно подготовить и его работать с текстом, да. Поэтому в данном случае здесь это пособие может быть выбрано и как пособие, которое дает возможность ребенку, да, научиться самостоятельно работать с текстом, да. Так, в свою очередь, это может быть, да, и работа диагностическая, да, итоговая, да, контрольная, да, которая проверяет умение работать с текстом. Здесь общая работа, да, которая дает возможность понять, как это должно происходить, да. И на что хочу обратить внимание, что здесь в этих пособиях включены тестовые работы трех вариантов. Почему я и сказала, что в данном случае это работа диагностическая. Первый вариант – это тестовая работа соответствует базовому уровню, поэтому включается такая система знаний и учебных действий, которая проверяет сформированность умений, обучающихся на репродуктивном уровне. Второй вариант – это тестовая работа соответствует повышенному уровню, поэтому включается такая система знаний и учебных действий, которая проверяет сформированность умений, обучающихся в зоне ближайшего развития частично поисковой деятельности. И третий вариант – это тестовая работа, которая соответствует высокому уровню. Поэтому включается такая система знаний и учебных действий, которая проверяет сформированность умений обучающихся на уровне творческой деятельности. Обращаю ваше внимание, что третий вариант – это вариант подготовки к олимпиадным заданиям, к олимпиадным работам прежде всего. И посему, соответственно, с этим третьим вариантом мы работаем с теми детьми, которые могут это сделать. Ну вот, что собой представляет работа, чтобы понимать. То есть, опять же, это тестовая работа номер один. Сначала мы в обязательном порядке что делаем? Точно так же проверяем, читаем, доцениваем свое чтение. Дальше, да, определяем, о чем рассказывается в произведении, восстанавливаем последовательность. Определяем, кто является героем, устанавливаем соответствие, жанр, тему, да. Готовим разметку для чтения. И дальше оцениваем результаты своей деятельности, да, то есть, что у нас получилось, что не получилось. То есть, вы видите, что данное пособие выстроено в рамках системы тестовых работ, которые дают нам возможность оценить, да, что получилось, что не получилось. Ну, давайте мы с вами, коллеги, теперь, да, вернемся к тем ситуациям, которые были представлены вначале, да, и теперь же все вместе попробуем, да, ответить на эти вопросы правильно, да. Имеет ли право учитель ставить отметку за скорость чтения, да, посмотрите, нигде, нигде мы не будем, не сможем прочитать, какая должна быть скорость чтения у ребенка, да. То есть, за сколько слов в минуту, да, к большому счету, мы можем, должен прочитать ребенок, чтобы получить 5, 4, 3, 2, 1, да. То есть, в основной образовательной программе это рассматривается как постепенное увеличение скорости чтения в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. И, по большому счету, да, скорость чтения важна для чего? Для понимания текста, да, поэтому мы, вот этот параметр, да, техническую сторону чтения, да, то есть, как читает ребенок, читает, да, целыми словами, читает осознанно, читает выразительно, рассматриваем, да, как один из параметров работать с текстом. И поэтому, в свою очередь, только, да, за то, как читает, да, мы поставить больную отметку не можем. Да, в первом классе, соответственно, когда еще нет больных отметок, мы оцениваем ребенка почему? По тому, как он прочитал, да, то есть, ты прочитал по слогам, да, ты можешь вот сказать, о чем ты прочитал, да, то есть, тогда, в свою очередь, тебе нужно теперь еще работать над чем? Над тем, что ты должен будешь, да, попробовать научиться читать целыми словами, что тебе для этого будет нужно, да, но как, собственно, параметр, это невозможно оценить больной отметкой. Значит ли это, коллеги, да, что мы вообще никак не проверяем техническую сторону чтения? Нет, не значит, да, потому что, в свою очередь, на что обращаю внимание, что, начиная с первого класса, да, учитель, либо у себя в компьютере, да, либо на листочке определяет, да, список класса, да, в тетрадке, определяет, кого он будет спрашивать ежеурочно, да, потому что больных отметок нет, и очень часто в этот момент у нас, ну, пускаем детей, которым требуется помощь, да, и мы определяем, сегодня я спрашиваю пять человек класса, пять человек класса, да, тогда я смотрю, как они читали, и помечаю у себя на листочке, в тетрадке, которую веду в течение всего учебного года. Он не читает, да, или читает по буквам, или читает по слогам, или читает слог плюс целое слово, или читает целыми словами, да, какое чтение, архоэпическое или орфографическое, да, и может быть даже помечено сколько слов в минуту, да, впоследствии. И тогда, в свою очередь, да, урок прошел, мы эти пометки все сделали. В течение, как бы, недели полутора мы со всем классом посмотрели, поработали. Да, следующая неделя пошла опять, да, мы намечаем для себя, с какими учениками мы будем в рамках урока смотреть. Поэтому мы видим, да, по статистике, этот не читал, не читал, зачитал, да, слава богу, а этот не читал, читал, да, и читал хорошо, целыми словами вдруг, как бы, да, что получилось? Стал читать по слогам, обращаем на него внимание, да, то есть это важные вещи. Мы это оцениваем, да. Опять же, провели тематическую работу, да, все по звоночку дети начали читать, да, читают по звоночку. Поставили точку, да, поставили точку, вы дальше собрали листочки, посмотрели, сколько слов в минуту, прочитал, да, понятили, да, что опять же, есть прирост или нет прироста. Говорить о том, что это должно стать основой для оценки больной нельзя, да, то есть это не только это должно включаться. И здесь же, опять же, обращаю внимание, что особенности детей разные, да, есть дети медленные. Есть быстрые, да, есть, которые заикаются, есть, которые, да, вообще под натурой своей, да, пока он там дочитает слово до конца, да, он пройдет огромное количество времени. Или вот как я, да, я быстро говорю, но не все же так говорят быстро, да, поэтому в этом случае это особенности детей. При проведении текущего контроля учитель иногда сам выставляет отметки за работу, иногда предлагает учащимся провести самооценку или взаимооценку. Прав ли учитель? Учитель не прав, да, потому что в свою очередь за самооценку и взаимооценку, которую дети выставляют, учитель не может вставить больную отметку в журнал, да, то есть если дети поставили, то дальше свою работу представляет ученик в классе, да, и тогда совместная работа, да, идет уже по оцениванию работы этого ученика. Так, учитель в первом классе задал домашнее задание по литературному чтению перечитать текст, прочитанный на уроке. Прав ли учитель? Не прав, да, потому что домашнее задание в соответствии с Зампином и основной образовательной программой протокол номер 1, друг 15 в первом классе не задают, да, и фактически бесполезно, да, читать, настоять на ребенку, потому что чаще всего, если он читает плохо, то это не решение проблемы, что он будет читать с вечера до утра, с утра до вечера, да, чтение его будет, когда моклый меч. А чаще всего это связано с чем? С недоразвитием, да, фономатического слуха, с недоразвитием восприятия, да, с неумением видеть строку и так далее, да, то есть чаще всего либо это проблемы педагогические, которые может решить учитель, или это проблемы логопедические. То есть во всяком случае вопрос, связанный с перечитыванием и чтением в течение часа, не решит проблему этого ребенка, лучше он читать не будет. Здесь корни достаточно глубокие. Ситуация четвертая. Ученик не принес книгу на урок неклассного чтения, за что и получил двойку. Прав ли учитель? Учитель не прав, потому что нельзя оценить, что ребенок книгу не принес. Опять же, да, работа в полнеклассном чтении это очень длительный процесс, да, то есть чаще всего мы во втором классе даем примерно где-то неделю, да, в третьем и четвертом классе там примерно там две недели, но все зависит от содержания учебника и от того, что в учебнике представлено, да, прочитать книгу. Но в свою очередь, опять же, мы же даем прочитать не одну книгу, если по-правильному, да, а мы даем на выбор, да, какие книги ребенок может прочитать, да. И опять же, для того, чтобы он выполнил это домашнее задание, оно долгосрочное, не краткосрочное. Мы предлагаем обязательно что, да, каждый день напоминаем. Так, ребята, помните, да, какие мы книги ищем? Все нашли книги, да, а может быть кто-то другую книгу на эту тему, да, допишите этот текст, скажите мне, давайте посмотрим, да, на эту ли она тему, допишите, смотрите, вот замечательно, как Коля нам предложил еще и свою книгу. Так, ребята, все, да, и когда мы понимаем, что прошла неделя, а Вася у нас еще ничего, да, то тогда в свою очередь мы уже теперь будем Васе помогать, да, мы говорим, так, Вася, давай, так, Вася, ты начинай читать, да, и может быть что-то там, опять же, да, уточним для него, да, то есть поможем ему, потому что чаще всего он не читает книгу, потому что он безобразно плохо читает, да, и для него чтение – это вот огромная проблема. Если ребенок забыл книгу, да, то опять же, так как выставку книг по внеклассному чтению мы готовим до урока, да, то мы опять же говорим, так, дети, все выставку книг, все книги на выставку, да, Катя, ты не принесла? Забыла, не принесла. Катя, у тебя есть удивительная возможность, ты за время, да, перемен, найди, пожалуйста, произведение в учебнике литературного чтения или, да, вот в классной библиотеке, которое ты сможешь прочитать, подготовить, да, для того, чтобы, да, вот задание было выполнено. Ученик, так, это следующая статья, ученикам было задано выучить стихотворение наизусть, учитель на следующем уроке опросил всех учащихся и поставил колонку отметок в журнал, прав ли учитель, не прав, потому что это относится к текущему контролю, текущий контроль, да, текущий контроль, вправе, да, не оцениваться больными отметками у всех учащихся и, в свою очередь, текущий контроль не предполагает выставление двоек, да, должна идти работа, связанная с тем, что ребенок, в конце концов, должен выучить стихотворение наизусть. Если колоночка отметок, то это нарушение дамы. Окей, дети читали текст, отвечали на вопросы по нему, в качестве домашнего задания учитель предложил краткий пересказ, прав ли учитель, не прав, да, эта работа должна быть подготовлена в классе, да, и тогда может быть задана в качестве домашнего задания. Ну, обращаю внимание на замечательный сайт издательства просвещения «Начальная школа», там вы найдете множество материалов, в том числе и по оцениванию, да, в рамках методической работы, если вы щелкнете либо на «Школа России» или «Перспектива» учебно-методический комплект, да, и познакомитесь с теми новинками, которые на сегодняшний день существуют, да. Опять же, обращаю внимание, что на сегодняшний день издательство просвещения во всех социальных сетях, и также обращаю внимание, что работает интернет-магазин, издательство просвещения, да, и издательство просвещения, я видела в ходе нашего с вами общения, предлагала 5-процентную скидку всем участникам вебинара, а я возвращаюсь к вопросам, да, вопрос, опять же, в одной колонке выставить отметку за проект на этой теме, но уже, а вот, наверное, я неправильно начала читать, да. Как родителям объяснить критерии оценивания по чтению и пересказу, для того, чтобы они правильно готовили домашние задания, но и чтобы у них не возникло понимания того, кто учитель хочет, приложить свои обязанности на родителя. Я в этом случае считаю только одно – учитель, профессионал, и учит учитель, а не родители, да. Родителям нет никакого смысла сообщать, да, критерии, да, по которым оценивается результат работы. Сегодня это будут одни критерии, завтра это будут другие критерии, да. Ребенок вправе рассказать, да, своим родителям, как они сегодня, по каким критериям оценивали пересказ, или оценивали чтение наизусть, да, или рассказать, по каким критериям оценивалось, а в свою очередь, да, что у меня не получилось, над чем мне предстоит работать, да. И еще, да, в свою очередь, если родители с ребенком готовят домашние задания, да, то тогда, опять же, получается, что? Что делал учительный урок? Ребенок, да, домашние задания должен делать сам, да, потому что в каком случае он может его сделать сам? Если он понимает, как сделать это домашнее задание. Если он не понимает, как сделать пересказ, выучить наизусть, составить устное сообщение, то тогда какой смысл его создавать? Найдется большой процент детей, которые не смогут выполнить эти домашние задания, не потому что не хотят, а потому что у них нет таких родителей, которые с ними будут все эти домашние задания выполнить. Вспомним, да, домашнее задание по всем предметам, а в том числе по литературному чтению. Сдаем такое, которое может выполнить самый, да, проблемный ребенок в классе, да, самый трудный ребенок, да. Поэтому, в свою очередь, если мы понимаем, что мы создаем такое домашнее задание, что Ванечка, Петечка, Санечка, Катечка, да, которые у меня сложные дети его не выполнят, значит, мы даем домашнее задание на выбор, и в свою очередь мы не определяем этот выбор. А вы, слабые, да, вот это домашнее задание будете делать. Говорим, итак, вот это домашнее задание и это, да, рассказываем, как будем выполнять. Ваше право выбрать то домашнее задание, которое вы будете делать. Кровещеряющий собор надзора нам сделал замечание, что если задано наизусть стихотворение, то выставляется колонка отметок, то есть каждому ученику. Как же все-таки правильно? Ну, я уже сказала об этом правильно, как правильно, да, то есть это текущий контроль. Не отмечено в рабочей программе, что это контрольная работа, потому что это не может являться контрольной работой чтения наизусть. Раз это не контрольная работа, то и не может быть выставлены отметок колоночки в журнал. Значит, плохой, прошу прощения, если я кого-то обижаю, проверяющий, да. Ну, все проверяющие тоже люди, как я уже сказала, да, поэтому вполне вероятно, что он не знает всех нормативных рабовых документов. Хорошо, что это знаете вы, да, или будете знать, и в свою очередь укажете на то, что он был неправ. В программе есть объем произведений для заучивания наизусть. Значит, дети должны усвоить этот навык. Чтение наизусть я проверяю не один урок, а чтобы не путаться, за что выставлены отметки, ставлю в одну колонку. Ни в такой программе, коллеги, не определено, сколько стихотворений должен выучить ребенок наизусть. Это право учителя, а зависит оно от чего? От того, какие планируемые результаты в рамках урока. Не может ребенок учить наизусть каждый день стихотворения, если, например, в Школе России есть такой раздел, как поэтическая тетрадь. Не надо, вот, как бы, ставить ребенка в ситуацию того, что он учит каждый день. Если он учит каждый день, помним, тогда мы не сдаем домашние задания по другим предметам. Потому что для многих заучивание наизусть – это действительно серьезная проблема. Поэтому, в свою очередь, да, еще раз обращаю внимание, нет в программе. Это было раньше написано в программе, да, 1998 года, что ребенок по окончании начальной школы должен знать 14 стихотворений наизусть. А, в свою очередь, если вы разносите это домашнее задание, опять же, на несколько дней, да, то тогда, в свою очередь, вы нарушаете документы. К предыдущему вопросу о ПНО, да, декламировать так, ну, я об этом говорила. «Хотелось бы услышать ваше мнение по организации проектной деятельности в первом классе на уроках литературного чтения». Ну, могу сказать только одно, да, то есть проектная деятельность, точно как и исследовательская деятельность, не является предметом оценивания в начальной школе, да, почему? Потому что это то, к чему мы готовим детей, да, потому что проектная и исследовательская деятельность будет оцениваться в девятом и в одиннадцатом классе. А в начальной школе, да, мы готовим, мы учим детей, да, готовимся, действительно, к самостоятельной проектной деятельности. Поэтому чаще всего, да, проектную деятельность в первом классе мы с трудом назовем проектной деятельностью, да, Потому что задачи стоят другие. Ну, например, да, наша задача состоит в чем? Научить работать с текстом, да. А для того, чтобы подготовить некое сообщение, да, то есть выполнить правительное задание, он должен научиться выбирать материал, да. А для того, чтобы выбирать материал, он должен что сделать? Научиться выборочно читать, да. Для того, чтобы выборочно читать, должен быть сработан прием какой? Мы идем пальчиком по первым словам первых строчек, да, ищем, где об этом говорится, да, не нашли, ведем по серединке, да, где об этом говорится, вот, нашли, на третьей строчке, определяем, да, начало, конец предложения, ищем опорные слова, создаем ответный вопрос. Вот, да, некое устное сообщение, да, так именно и будет строиться, да, и тогда мы это устное сообщение, да, представляем, предлагаем, либо, да, это какой-то вот результат, да, ну, например, да, мы делаем там книгу с переговоров, да, или там делаем там книгу загадок, да, то есть опять же, тогда это будет оцениваться не больной отметкой зачастую, а по разным параметрам, да, ну, например, первое, что мы оцениваем, это умение работать в группе, да, когда кто предложил тему, да, кто как бы определил, что мы будем какие-то, да, загадки или скороговорки включать, да, кто рисовал, то есть какой вклад, да, каждого человека, да, и в свою очередь смогла ли группа отработать вот в рамках этого проектного задания. А дальше мы оцениваем, что результат, вот эту книгу скороговорка, опять же, по определенным параметрам и критериям. Мы можем, да, опять же, да, по просьбе группы поставить некие отметки в журнал за проект, ну, дети, да, но нельзя, как бы, опять же, да, вот всем целиком ставить одни и те же отметки. В свою очередь, с просьбой это может выступить сама группа. В первом классе мы, опять же, да, что делаем? Учим, оцениваем результаты работы по соответствии с теми планированными результатами, которые представлены в рамках работы по литературному чтению. И еще хочу обратить внимание, посмотрите, в Школе России огромное количество проектов по разным, да, учебникам. Нужно ли все проекты реализовать? Нет. Мы выбираем те проекты, которые наиболее важны для нашего класса или для нашей школы, да. А далее, в свою очередь, мы действительно реализуем, ну, таких проектов, ну, не может быть больше, чем четыре, да, поэтому посмотрите, пожалуйста, да, насколько нам важно все проекты выполнить. Ну, и это может стать в качестве чего, да, в качестве внеурочной деятельности, да, проектная деятельность и, в свою очередь, в проектную деятельность, внеурочную деятельность могут включаться разные проекты. Да, и могу я, опять же, в одной колонке выставить отметку за проект по теме, но уже во втором-четвертом классе. Можете, но, опять же, да, то есть здесь должно быть понимание, за что вы ставите отметку. Про проверку техники чтения я сказала, да. Вам тоже спасибо большое за теплые слова. Спасибо большое. Спасибо большое. Действительно, очень приятно, да. Спасибо большое. До новых встреч. Надеюсь, на встречу на следующих наших семинарах и вебинарах. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.